You ready? Go! Владелец мотоцикла – итальянец Алессандро. На Байкал приехал своим ходом из Италии. Это порядка 10 тысяч километров. Стоит ли еще говорить о желании и одержимости участников в глядя на подобные подвиги? Эмоции и уникальная красота природы Бурятии – вот главные составляющие байкальской мили. Добрался до Бурятии и известный автоблогер-академик со своим не менее известным проектом «Ультратанк». Очевидно, что привезти вот сюда подобную технику стоит огромных денег. Вот скажите, стоило ли это того? Да, конечно. В любом случае это стоило. Потому что побывать на льду Байкала – это в принципе то, что можно потом уже рассказывать детям и внукам. В любом случае. Побывать на льду Байкала на Бентли уже круче. На Бентли на гусеницах. При этом законно. Но я не знаю, получится ли это как-то еще вообще когда-либо. Таких штук в мире, наверное, по сопоставимым характеристикам несколько. Три-пять, скажем так. Но по производителям это всего два. Это мы и еще американцы. На Байкале, конечно, единственное. Как говорят, три в мире, одна в Сибири. Байкальская миля гремит на весь мир уже во второй раз. В этом году в четыре раза больше участников – порядка одной тысячи. География десяти стран мира и нехилое количество рекордов. У нас 10 рекордов в России. У нас уникальные скоростные показатели. Мотоцикл проехал сегодня 261 км в час. Автомобиль 1955 года проехал 233 км в час. Вертолет на одной миле разогнался до 268 км в час. Показатели сумасшедшие. Погода прекрасная. Состояние трассы, да, изумительное. Все слагаемые успехи. Байкал нас принимает, за что ему огромное спасибо. И огромное спасибо Бурятии, конечно. В данном случае эмоции бесценны. Как говорят здесь внутри, гонщики между собой. Выражусь на сленге. Главное – фан, ну то есть развлечение. Мы здесь не бьемся до последней капли крови, не пытаемся объехать всех и вся и убиться. Нет, у нас задача другая. Мы стараемся показать красивый результат, показать людям красивые заезды и, соответственно, дать эмоции и себе, и людям, и посмотреть природу, чтобы было всем круто. Поэтому деньги здесь не главное. С приветственным словом выступил и глава Бурятии Алексей Циденов. Хочу выразить благодарность энтузиастам, организаторам, которые сделали такой праздник скорости, праздник спорта, праздник хорошего настроения у нас на Байкале. Развивающийся в геометрической прогрессии масштаб мероприятия ощутили на себе и местные предприниматели. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас увеличился поток желающих купить сувениры. И, естественно, у нас магниты уже практически все раскупили. Теперь остается ждать детальной огласки установленных рекордов. И, разумеется, следующего года, чтобы вновь содрогнуться от невероятной энергетики всех слагаемых Байкальской мили. Илья Бельков, Евгений Павлов. Новости дня. Баргузинский район.